В честь 25-летия Алихан Букихан Университета прошел круглый стол на тему формирования добропорядочности как основы противодействия коррупции. Целью круглого стола является представление и обсуждение результатов научных исследований и практики юридической деятельности по формированию у молодого поколения высоких духовно-нравственных ценностей, этики добропорядочности и добродетельности, установок и навыков ответственного поведения, воспитания будущих специалистов как граждан страны и мира. Основная цель круглого стола – формирование у молодежи таких ценностей, как духовная нравственность, добропорядочность, потому что именно они в будущем, после получения диплома, будут трудиться на государственных должностях, практических должностях. Поэтому мы хотим, чтобы наша молодежь не проявляла терпимость коррупции, чтобы молодые люди стали достойными гражданами. В мероприятии приняли участие научные сотрудники, преподаватели вузов, докторанты, магистранты, практикующие юристы, представители органов государственной власти и местного самоуправления, преподаватели колледжей и учителя общеобразовательных школ, которые подняли актуальные на сегодняшний день вопросы. Одним из самых актуальных вопросов в нашей стране является реализация антикоррупционных мер. Кроме того, что это дает стране, так это еще и очень влияет на воспитание молодежи в нашем обществе. Воспитание – это укрепление правовой грамотности, а также формирование правосознания, правовой культуры. В рамках круглого стола были затронуты такие темы, как Алихан Букиханов и другие представители партии «Алаш» о формировании молодого поколения высоких духовно-нравственных ценностей, продвижение ценности добропорядочности в академической среде, обучение и воспитание молодежи как создателей добродетельного общества, добропорядочность в практической деятельности педагога, юриста, чиновника государственной службы, новые методы и технологии оценки достижений студентов, исключающие коррупционные риски и субъективный фактор в оценке знаний студентов. Для наших предков слово «духовность» – очень почитаемое понятие. Таким образом, к общенациональным вопросам относятся вопросы духовности, культуры, языка и даже веры, совести. Каждый казахский юноша должен это знать. Только тогда мы сможем сохранить нашу культуру, наш язык, не теряя его. Стоит отметить, что посредством онлайн-конференц-связи на большом экране мероприятий приняли участие эксперты из России, Узбекистана, Кыргызстана, а также из разных уголков Казахстана, которые отметили, что это был хороший обмен опытом и хороший формат для решения насущных проблем.